Состояло 74-е очередное заседание Совета депутатов городского округа Щелково. Оно началось с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Крокус-Сити-Холле 22 марта. В тяжелые для нашей страны дни неравнодушные люди шли в центр крови. За помощь в организации процесса донорства по страдавшим в теракте в Крокус-Сити-Холле и активную деятельность на территории городского округа Щелково наградили председателя Щелковского отделения Российского Красного Креста Елену Ткаченко. В ходе заседания был представлен отчет о работе Совета депутатов за 2023 год. Велась активная работа по разработке и принятию нормативных актов, экономических, градостроительных и социальных решений. За отчетный период прошло 15 заседаний, на которых принято 154 решения, затрагивающих все сферы округа. Одним из значимых результатов деятельности стало утверждение бюджета городского округа в 2024 году и плановый период 2025-2026 годов. Помимо законодательной деятельности депутаты активно участвовали в общественной жизни округа, взаимодействовали с населением и исполнительной властью. Особое внимание уделялось по оказанию адресной помощи участникам СВО и их семьям. В 2023 году депутаты провели более 1200 встреч и мероприятий. Они отработали все вопросы и обращения совместно с исполнительной властью и коммунальными службами. На заседании были приняты решения о внесении изменений в благоустройство и о продлении льгот на аренду земли для поддержки импортозамещения, а также заслушанный отчет контрольно-счетной палаты и информация о передаче имущества в собственность округа. В 2023 году семь сотрудников КСП прошло изучение по программе повышения квалификации в финансовом университете при правительстве Российской Федерации по программе инновации управления муниципальными финансами. Мария Тарасова, председатель Совета депутатов, выразила благодарность жителям за поддержку и помощь. Она подчеркнула важность прямой связи с гражданами и доверие как основного критерия работы. В завершении заседания были утверждены списки награждаемых почетными грамотами и благодарственными письмами Совета депутатов. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.